До священного праздника Курбанайт остался один день, именуемый Арафа. Как правило, в этот день мужчины идут на базар за скотом для жертвоприношения, а женщины пекут бурсаки. Но это не просто традиции. У каждого из этих обрядов есть свой смысл. И делать все нужно по правилам. О них расскажет наш корреспондент Жанна Пузбаева. Эти дни для продавцов прибыльные. Торгуют они исключительно мелко рогатым скотом. Как показывает практика, большинство верующих предпочитает приносить в жертву именно баранов. Потому что, по легенде, это животное Всевышний спустил с небес. Сегодня на этом рынке кипит торговля. Кто-то уже приобрел баранов, кто-то только приценивается. Стоимость за одного колеблется от 13 до 40 тысяч тенге. В зависимости от возраста и веса. По правилам шариата, животное не должно быть моложе 6 месяцев. Например, этот барашек считается крупным. Его вес около 50 килограмм. Соответственно, и цена максимальная. Жертвоприношение обязан делать каждый совершеннолетний мусульманин, который имеет 85 граммов золота, что равноценно 40 баранам. Такой человек считается состоятельным, говорят имамы. Еще у некоторых иногда вопрос бывает, можно ли объединяться в совершении жертвоприношения. В совершении жертвоприношения, если будет овца или коза, тогда должен только один человек совершать это жертвоприношение. От двух или от трех или от всей семьи не принимается. А если будет корова или верблюд, тогда это от семи человек до семи человек могут объединиться. Основной поток верующих продавцы ожидают завтра. Ведь здесь можно будет не только приобрести животное, но и сразу придать его в жертву. Пока главы семейств находятся на рынке, женщины стоят у плит. Печь баурсаки в Арафа обязательно. Когда хозяйка печет лепешки или баурсаки, появляется запах раскаленного масла. Считается, что почувствовав его, аруахи и духи предков дают свое благословение. Это мнение разделяет не каждый верующий. Некоторые мусульмане считают, что в исламе нет места поклонению предкам. Тем не менее, казахские семьи этой традиции придерживаются уже несколько сотен лет.